МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сочетой выпуск новостей на Хабар 24 в студии Патагаса Аркулова. Здравствуйте. Больше сотни человек пострадали в результате конфликта на Кыргызско-Таджикской границе. С утра стали поступать тревожные новости. Представители оборонных ведомств сообщили о начале столкновения. Стороны обвиняли друг друга в нарушении договоренности. Хронологию событий восстановил Бахат Чермашев. Первые сообщения пограничной службы Кыргызстана о том, что открыт огонь на поражение, поступили в 6 часов утра. Одновременно с нескольких сторон таджикские военные начали обстрел местностей Экиташ, Чердобо, Куммазар и Ортубос Лейлегского района Баткенской области. Ответ на огонь и стрелкового оружия был открыт по всему периметру двусторонних государственных рубежей. Нужно сказать, что периодические перестрелки происходили здесь за два дня до этого. Но сегодня утром боевые столкновения стали наиболее ожесточенными. Мы сейчас находимся на местности уже непосредственного боя-столкновения. Слышны взрывы минометных снарядов, также очередей пулеметных и автоматических. Простреливаемость капец, стреляют конкретно. По сообщениям пограничной службы Кыргызстана, таджикская сторона для поражения сил противника использует тяжелую боевую технику, в том числе реактивные системы залпового огня. По данным местных органов власти Баткенской области, огонь вёлся в том числе и по населённым пунктам региона и аэропорту. Ещё накануне районными администрациями было принято решение об эвакуации местных жителей из сёл, где ведутся перестрелки. Ближе к 15 часам дня появилось сообщение пограничной службы Кыргызстана о том, что таджикские военные захватили школу в селе Достук. Для урегулирования ситуации в Баткенскую область прибыли председатель комитета госбезопасности Кыргызстана Камчебек Ташиев и его таджикский коллега Саймумин Ятимов. Мы постоянно ведём переговоры с губернатором соседней области, районными акимами, руководителями областных серовых структур. Наша задача – урегулировать ситуацию. И хотя периодически мы не можем связаться с нашими таджикскими коллегами, мы всё же верим в то, что наши усилия помогут нам разрешить конфликт. В экстренном порядке парламент Кыргызстана провёл внеочередное заседание, где рассмотрел ситуацию на границе. Было решено оказать местным жителям максимальную гуманитарную помощь. В 17 часов стрельба на границе прекратилась, хотя периодически были слышны автоматные очереди. К тому моменту было известно о погибшей 9-летней девочке и 43-х пострадавших с кыргызской стороны. В свою очередь таджикские СМИ сообщили о двух убитых и нескольких раненых, среди которых были и местные жители. Бакет Чермашев. Специально для Хабар-24. Бишкек. Кыргызстан. И вот, как стало известно, Садыр Жапаров и Мамали Рахмон провели переговоры о ситуации на границе. На полях саммита ШОС лидеры двух стран договорились дать поручение соответствующим структурам о прекращении огня и отводе силы и средств от линии соприкосновения. Именно о дефиците доверия между странами говорил на саммите ШОС президент Казахстана. На расширенном заседании Хасмужам Артукаев призвал глав государств наращивать сотрудничество в военно-политической сфере, как между оборонными ведомствами, так и спецслужбами, отметив, что у стран-участниц ШОС есть все возможности по защите собственных интересов. Современный мир вступил в опасный период серьезного обострения международной ситуации, где на первый план вышли методы санкционного давления, а также конфронтационные подходы к решению узловых глобальных проблем. Отличительной чертой современной эпохи стал острый дефицит взаимного доверия. В этих условиях крайне важной представляется задача укрепления уникального по своей сути шанхайского духа, основанного на взаимном доверии, равноправном и открытом диалоге. Перед нами стоит задача в полной мере раскрыть потенциал ШОС. Хасмужам Артукаев также заявил, что деятельность ШОС особенно убедительна в борьбе против трех зол – экстремизма, терроризма и сепаратизма, а также в защите суверенитета и территориальной целостности государства и невмешательстве в их внутренние дела. Какие еще региональные проблемы обсуждали на 22-м саммите Шанхайской организации сотрудничества, расскажет Тимур Казакулов. Новый туристический комплекс Самарканда «Шелковый путь» – не только центр саммита Шанхайской организации сотрудничества, но и наглядная история. Здесь по одну сторону великое прошлое с древним городом, символизирующим эпоху шелковых караванов, когда страны-участницы наводили мосты дружбы и торговли. По другую же – настоящее, с современными зданиями и технологиями. Уже о будущем президент и стран-участниц ШОС говорят в этом масштабном конгресс-центре, рассчитанном на 3000 мест. В последний раз в таком очном составе лидеры собирались до пандемии еще три года назад. Понятно, что за это время накопилось немало вопросов как двустороннего, так и регионального и глобального характеров. Стартовал саммит с традиционных приветствий и рукопожатий. Стоит отметить, что председатель поднебесный Си Цзиньпинь, несмотря на то, что покинул страну впервые с начала пандемии, личные меры безопасности не отменил. Он не присутствовал на неформальных встречах накануне и вплоть до начала саммита не снимал маску. Остальные лидеры уже были более доверчивы к друг другу. Перед началом встречи лидеры шанхайской «восьмерки» побеседовали в кулуарах конгресс-центра. Касымжумар Токаев о чем-то оживленно говорил с лидером Индии. Конкретика и предложение за круглым столом зазвучало уже на встрече в расширенном составе с участием стран, наблюдателей и партнеров по диалогу. К слову, имена расширения организации заявил президент Узбекистана, который на правах хозяина саммита первым взял слово. На наш взгляд, прежде всего, нужно и далее сохранять внеблоковый статус организации и ее открытость. Мы твердо придерживаемся принципа неделимости безопасности. Деятельность ШОС и впредь должна оставаться ориентированной на широкое партнерство. Пусть члены ШОС и говорят о дружбе и партнерстве, но этот саммит прошел на фоне конфликтов. Стран-участниц на границе Кыргызстана и Таджикистана. Вновь идут перестрелки, как и в Нагорном Карабахе. Армянский лидер, кстати, и не прилетел в Самарканд по этой причине. Президент Азербайджана Алиев при этом на месте. Как раз таки об остром дефиците взаимного уважения и доверия сказал президент Казахстана Касымжумарт Токаев. Без добрососедства превратить ШОС в одну из мировых экономических платформ не получится. На мой взгляд, ШОС – это самая успешная международная организация из всех существующих в современном мире. Сегодня наша организация объединяет динамично развивающиеся экономики мира с колоссальным человеческим, ресурсным и технологическим потенциалом. На долю государства участников ШОС приходится около четверти общемирового объема валового внутреннего продукта, то есть более 23 триллионов долларов. В нашем распоряжении богатейшие запасы энергоресурсов, угля, редких металлов и источников возобновляемой энергии. Но даже богатейшие запасы ресурсов не могут стать гарантом продовольственной и энергетической безопасности, отметил Токаев. А в ШОС на секунду сосредоточено больше половины населения планеты. Государство ШОС – крупнейшие производители и экспортеры сельскохозяйственной продукции в мире. Нам следует стимулировать расширение торговли сельхозпродукции как внутри региона ШОС, так и за его пределами. Участие наших государств в обеспечении бесперебойного функционирования международных цепочек производства и поставок продуктов питания будет содействовать сохранению устойчивости на мировом продовольственном рынке. Отмечаем также необходимость уделять повышенное внимание развитию и рациональному использованию водных ресурсов. Обеспечению глобального и регионального энергетического баланса будет способствовать совместная разработка энергетической стратегии ШОС. Глава государства в очередной раз призвал коллег по ШОС на максимум использовать транспортный железнодорожный коридор Китая-Европа, проходящий через нашу страну, и транскаспийский международный торговый путь. Не нужно забывать и о других маршрутах. Серьезным потенциалом обладает железная дорога Казахстан-Туркменистан-Иран, которая открывает кратчайший путь из Восточной Азии в страны Персидского залива. Затем, как члены ШОС наводят новые мосты, следили, к слову, больше 600 журналистов из 13 стран-участниц. Растет интерес к потенциалу ШОС и на международном уровне. Несмотря на то, что ядром организации были и есть, и останутся республики Центральной Азии, вступить в ряды ШОС намерены все больше зарубежных государств. Саммит в Самарканде отметился рекордным количеством заявок о желании сотрудничества. В будущем, кроме Ирана, который уже принял обязательство к членству, войти в Шанхайское объединение, намерены Беларусь, страны Персидского залива и Мальдивы. За круглым столом сегодня участники саммита отметили, что уже некоторые государства расшифровывают ШОС как шанс остаться суверенным. Оно и понятно, пусть ШОС и остается лишь политико-экономическим объединением континента, а не военным блоком, влияние организации ежегодно только растет. Как будет развиваться ШОС дальше, теперь зависит от Индии. Она по итогам саммита приняла председательство. По окончании визита Папы Римского Франциска в нашу страну, делегация Папского совета в главе с понтификом благополучно вернулась в Ватикан. Прямо на борту, на обратном пути, была организована итоговая пресс-конференция. Наш европейский сапкор Жанна Тернст, аккредитованная в пуле журналистов Папы, смогла побеседовать с главой Римской католической церкви. Подробнее в следующем материале. После трех дней насыщенного визита в Казахстан, Папа Римский Франциск ответил на многочисленные вопросы журналистов прямо на борту авиалайнера по пути в Ватикан. Отвечая на вопрос нашего телеканала о его впечатлениях и оценке визита в Казахстан, глава Римской католической церкви, сказал, что он очень высоко оценивает организацию проведения и итоги авторитетного международного религиозного форума и отметил также, что казахстанцы могут гордиться своей страной. Казахстан стал для меня настоящим сюрпризом. Я знал, что у вас есть такая столица и страна, которая пришла к большому развитию в течение 30 лет независимости. Но я был впечатлен увиденным. Такая большая страна с 19 миллионами граждан. Очень дисциплинированная и красивая. Это невероятно. Ваша столица – это современный город с хорошо сбалансированной, продуманной архитектурой. Меня особо впечатлило ваше желание двигаться вперед не только в промышленном, экономическом и материальном развитии, но и в культурном. Это значит, что ваша страна дальновидная и объединяющая в диалоге тех, кто не отбрасывает, оценит религиозные ценности. И Казахстан обращается к миру с этим в седьмой раз. И это замечательно. Вы можете гордиться своей страной, родиной, которая у вас есть. Епископу Риму также был задан вопрос об уровне развития католицизма в таком преимущественно мусульманском обществе, как Казахстан. Папа Римский обратил внимание на мирное сосуществование конфессий в нашей стране. На встрече в кафедральном соборе я был счастлив видеть католиков такими восторженными, счастливыми и радостными. Такое прекрасное сосуществование с мусульманами – это очень хорошо. Что касается съезда, кто-то критиковал и говорил мне, что это увеличивает релятивизм. Но никакого релятивизма. Каждый имел свое мнение, каждый уважал другое, но все разговаривали друг с другом как братья, потому что если нет диалога, то есть либо невежество, либо война. Лучше жить как братья. Я не отрекаюсь от своей веры, если говорю с верой другого. Напротив, я слушаю его. В эти дни нам представилась замечательная возможность собраться вместе и показать всем истинную и неотъемлемую суть религии. На протяжении всего визита в Казахстан Папа Франциск обращался в своих выступлениях к самым истокам и корням традициям казахского народа. Понтифик воспевал величие и мудрость казахской домбры и цитировал великого Абая. Мы поинтересовались во время полета у главы Папского совета по межрелигиозному диалогу Мигеля Ангеля Аюза о том, что вдохновило святого отца на это, и вот что он ответил. В этом апостольском визите Папа Франциск остался очень доволен тем, как он продвигал вместе с вашим президентом возможность увеличить диалог в мире. Мы были очень рады, когда Касым Жумар Тукаев во время прощальной речи подарил святому отцу домбру. И он был очень тронут, поскольку домбра – это что-то очень настоящее. И образ, который понтифик принял из вашей культуры, свидетельствует о важности диалога и раскрывает вас, казахов, как важных для этого людей. Сразу же после взлета авиалайнер с Папой Римским на борту сопроводили военные истребители Вооруженных сил Казахстана. Два самолета Су-30 летели так близко к борту, что можно было рассмотреть лица пилотов из иллюминаторов. Почетный авиаэскорт вызвал оживление и восхищение среди журналистов. Мы еще расскажем вам и о других подробностях этого рейса в наших следующих репортажах. На закрытии Седьмого съезда религиозных лидеров Папа Римский Франциск назвал открытый, многоконфессиональный и мультикультурный казахстанский народ примером для будущего. И пообещал вернуться на будущие встречи религиозных лидеров все в то же место на карте – казахстанскую столицу. Жанат Эрнежо, Март Ахметов, Хабар, 24, Ватикан. Продолжаем выпуск. Все точки над им расставлены. Парламент одобрил поправки по однократному президентскому сроку. Если изменения подпишет президент, то глава государства сможет избираться только один раз, но на семь лет. В будущем эту норму изменить уже нельзя, так пояснил глава Минюста. Тинар Абзирова расскажет подробнее. Казахстан задает новый тренд демократических реформ в регионе. Сегодня на совместном заседании двух палат парламента депутаты единогласно проголосовали за новые нормы. Теперь поправки касательно введения однократного президентского срока, продление полномочий судей Конституционного суда до 8 лет и возвращение Астаны направят на подпись к президенту. За проголосовали 98 мажорисменов и 50 сенаторов. Единогласно. Это первый шаг в преддверии новой политической эпохи, прокомментировал спикер Мажелиса. Ни следующий президент, ни новый состав парламента в последующем не смогут изменить срок президентских полномочий, пояснил глава Минюста уже после заседания. В Конституции есть нормы, менять которые нельзя. Речь идет о территориальной целостности страны, суверенитете и форме правления. Сюда же внесут новые поправки касательно президентского срока. Положение Конституции о том, что президентский срок составляет 7 лет и президентом может быть избран человек только один раз, они являются неизменными. Затем, чтобы эта норма не менялась, будет следить в том числе и Конституционный суд, который дает заключение на соответствие Конституции любым изменениям, которые в нее предлагаются. Однако министр признает, законодательно в Казахстане не прописано, сколько раз можно вносить изменения в Конституцию. Все, по его словам, будет зависеть от общества. Обновленную норму об однократном президентском сроке депутаты парламента решили принять до выборов. По их словам, это позволит избежать правовых коллизий. Если сейчас президент будет избран на 5 лет, а затем внесет Конституцию поправки, то есть возможность его повторного выдвижения еще на один срок. Разве мы не обожглись на многочисленных перевыборах президента? Если мы внесем новую норму, то у нас два президента сменятся не через 30 лет, а через 7. Это, безусловно, одно из ключевых, важнейших условий Института демократии, для того, чтобы не допустить монополизацию власти, концентрацию власти в интересах узкого круга людей. По словам парламентариев, одного срока для главы государства достаточно. За это время президент вполне сможет успеть реализовать свою предвыборную программу. Однократный президентский срок – это необходимая мера для того, чтобы показать всему миру, что у нас идет полным ходом, скажем так, путь к демократизации общества. Человек избирается на один срок, однократно, понимая, что ему нужно реализовать все свои, скажем так, здоровые амбиции, всю свою предвыборную программу, что он не должен разочаровать народ. Народ в него верит, поверил, проголосовал. Вот и все. И для других это будет большим примером. Однократный президентский срок следует рассматривать как часть политических реформ. Таким образом, окончательно происходит оформление новой политической модели. А для того, чтобы эта модель заработала, нужен перезапуск политической системы, то есть выборы президента, парламента, москлихатов. Вопрос в однократности. Вот здесь очень важная новелла, которая позволяет исключить монополизацию власти. Сегодня это большая проблема была для нашего общества, которая и привела к многим печальным событиям, в январе в частности. Поэтому сегодня это посыл и элитам, и всему обществу в том, что власть, она сменяема, власть, она избираема. Сегодня вот эти принципы, они должны стать невидимой нитью нашей культуры, наших традиций. Одобренный парламентом документ президент должен подписать в течение месяца. Динара Абдирова и Растамбек Успанов, Хабар, 24. Парламент сегодня также проголосовал за переименование столицы. Соответствующий законопроект депутаты направили на подпись президенту. Как сообщалось ранее, жителям не придется менять документы. По словам министра юстиции, прежние останутся действительными. Также нет необходимости в срочном порядке менять названия улиц и вывески. Канат Мусин отметил, все эти процессы будут проходить в плановом режиме. Переименование столицы не потребует дополнительных затрат. Все будет осуществляться поэтапно. Также весь этот процесс не внесет сумятицу в повседневную жизнь граждан, так как большая часть документов перешла в цифровой формат. Другим темам. Уже в это воскресенье в Лас-Вегасе пройдет долгожданный поединок между Геннадием Головкиным и Саулем Канело Альваресом. На кону будет звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. А в отличие от букмекеров, казахстанцы не сомневаются в победе Геннадия Головкина. С Канело на ринге Triple G уже провел 24 раунда. Сколько продлится финал трилогии, будет ли нокаут, попытался разобраться Артем Петров. Далее программа «По факту». Финал боксерской трилогии, которой мы ждали несколько лет, состоится уже в ближайшее воскресенье. 18 сентября в Лас-Вегасе в поединке между Геннадием Головкиным и Саулем Альваресом на кону стоят все четыре основных титула второй средней категории. Говоря на спортивном сленге, заруба будет знатная. Далее «По факту». Меня зовут Артем Петров. Здравствуйте. Они провели в ринге уже 24 раунда. Это примерно два часа в прямом смысле слова потрясающего бокса. Еще одна значимая цифра – количество выброшенных ударов. У Головкина на счету их 1582. Канело бил значительно меньше, но это не помешало ему добиться ничьи в первом бою и выиграть второй. Ладно, что было, то прошло. По этому поводу, думаю, уже достаточно сотрясали воздух. Пришло время поставить точку в этом затянувшемся спортивном конфликте. Я очень рад снова быть здесь, хотя с последнего раза прошло уже 4 года. Наконец-то сейчас это случилось. Я думаю, это самый большой день для всего бокса. Самый большой подарок фанатам. Я чувствую себя комфортно, я силен, я готов. Я уверен в своей победе, уверен в себе, уверен в своей команде. Уверен в людях, которые меня поддерживают. Всем тем, кто уже списал Геннадия Головкина со счетов, а таких скептиков сейчас много. Я напомню, большую часть своей 16-летней карьеры в профессиональном спорте. Трипл-Джи находился в статусе чемпиона мира. Он 22 раза проводил успешные защиты поясов. Это абсолютный рекорд в среднем дивизионе. Головкин включен в книгу рекордов Гиннеса, как боец, обладающий самым высоким процентом нокаута в своей весовой категории. Подтвердить ли Гена свой статус нокаутера в этот раз, сказать сложно. Несмотря на с ног сшибательную ударную мощь Трипл-Джи, Канело – носитель, что называется, гранитного подбородка. Два бойца никогда не падали на канвас. Если какой-то боец упадет, то это будет в первый раз. История говорит нам, что в 9 из 10 случаев бой не закончится нокаутом. Это будет полная 12-раундовая битва. Это будет война. Для Головкина это первый бой в суперсреднем весе. И все те же сомневающиеся считают, этот нюанс сыграет с Трипл-Джи злую шутку. Альварес же в этой категории 168 фунтов считает себя хозяином. И, как всегда, мечтает потушить казахстанскую звезду бокса. Я проиграл в своем последнем бою, но я такой человек, который продолжает идти вперед. Идти по своему пути к величию. Усердно работал и чувствую, что способен завершить этот бой за 12 раундов. Итак, все в предвкушении. Как бы ни решили судьи, противостояние Головкин-Канело – это уже история. Чем она закончится – по-прежнему интрига. В одном мы можем быть точно уверены – это то, что утром 18 сентября на Тимобайл-арена в Лас-Вегасе мы, наконец, увидим обещанное биг-драма-шоу. Болейте только на трибунах. До встречи. Да, все в предвкушении. Будем болеть за нашего Геннадия. А к этому часу у меня все. Напомню, все наши новости доступны также на нашем сайте 24.gz. Всего доброго и хороших покатных. Субтитры создавал DimaTorzok